14 октября православные христиане празднуют престольный праздник Покрова Божьей Матери. На территории Артемовского городского округа в храмах пройдут богослужебные мероприятия. А в селе Покровское, получившее название в честь расположенного там храма, праздник обещает более насыщенную программу. Ведь в престольный праздник Покрова и село отмечают день своего рождения. История села уходит в глубь веков. Скоро мы будем праздновать. Не так уж много времени осталось. 400-летие села Покровского. Оно было основано в 1621 году. И 1650 по 1559 лет шло строительство первого деревянного храма в честь Покрова Божьей Матери. И от храма село получило свое историческое название Покровское. Вот поэтому 14 октября мы будем праздновать не только престольный праздник Покрова Божьей Матери храма, но и день села. Как бы совокупляется здесь все, и день села, и престольный праздник. По словам настоятеля храма, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, села Покровское, отца Дионисия, праздничные мероприятия пройдут как на территории самого храма, так и во дворце культуры села Покровское. Я приглашаю всех на праздник Покрова Божьей Матери к нам в село Покровское, на Божественную Литургию, помолиться, прославить Царицу Небесную. После Божественной Литургии будет крестный ход вокруг храма. А по окончании службы, по часу первого, будет дан торжественный концерт. По случаю праздника Дня села и по случаю престольного праздника приедут к нам детский архиерейский хор под названием «А кто их?», и они дают концерт. Они будут и служить на службе петь, и будут давать концерт. Будут не только духовные песнопения, но и народные песнопения, патриотические. Детишки будут петь. Я приглашаю всех послушать. Но такое пение можно услышать не каждый день. И тем более вход будет бесплатным, билеты покупать не надо. Все желающие, кто хотят, могут прийти в ДК в Покровском и присутствовать на этом концерте, послушать.